Этот урок такой скучный. Не могу держать глаза открытыми. Как Тина может спать на уроках? Эй, Лекси! Что? Тина опять уснула. Это наш шанс повеселиться. Я правильно поняла, о чем ты говоришь. Если так, то я согласна. Приступим. Не разбуди ее. Да, хорошо. Вот тут. Окей, я готова. Используем вот это. Все идет как надо. Поставим лимонад на блокнот. Наголовник у тебя? Вот так, отлично. Это будет незабываемо. Не терпится все увидеть. Сейчас, сейчас. Началось. Ой, что это было? Я вся мокрая. О боже, это так смешно. Это ваша работа? Просто ужас. Столько ошибок. Я еще не видела. Да они даже свои имена неправильно пишут. Неот. Как вообще можно сделать столько ошибок? А тут что? Да вы издеваетесь? О, минуту. Вот тут терпимо. Я удивлена. Тянет на пятерку. Вау. Когда же это закончится? Осталось еще так много. Мне нужен отдых. Должен быть более простой способ ставить отметки. Секундочку. Кажется, я знаю, что делать. Мне нужно кольцо с плоской поверхностью. Наносим на него клей. И приделываем кольцо кусок пенопласта. Нарисуем букву, означающую неот. Клеиваем пистолетом. Делаем все аккуратно. Не хватало еще, чтобы я сама заслужила неот по крафтингу. Выглядит хорошо. Теперь сделаем второе кольцо. Это будет с буквой, означающей отлично. Теперь дела пойдут гораздо быстрее. Осталось надеть кольца на пальцы. И так продолжим. Прижимаем кольцо к бумаге. Только взгляните, работает. Да, совсем другое дело. И еще и хороший способ разрядки. Берем следующий. О, я уже все проверила. Теперь это мои любимые украшения. Наконец-то можно расслабиться. Она наконец-то ушла. Давай быстрее. А? Что это? Какое интересное кольцо. Лем, зацени это. Что там такое? Я нашел кольцо. Круто. Гляди, вот еще одно. Отлично, подходит. Дэвид, смотри. Вау, это так классно. Постой, я хочу кое-что попробовать. Не двигайся. Ай, зачем ты это сделал? Да ладно тебе, так не честно. Теперь у тебя проблемы. О да, неужели? Что такое? Мальчики, прекратите. Это все, на что ты способен? А ну хватит. Что вы здесь творите? Это он начал. Пфу, ты смотришься глупо. Пфу, ты сам не лучше. Это не смешно. Дайте сюда кольца. Ну же, немедленно. А теперь марш отсюда. Они и правда смешно выглядели. Еще несколько стикеров и мой блокнот готов. Единорогов много не бывает. Ух ты, смотрится волшебно. Мне пора на урок. Я же не хочу опоздать. Мне не терпится показать всем блокнотик. Весь класс будет мне завидовать. Положу его вот здесь. Что? Как это может быть? Ты скопировала мой дизайн. Что ты имеешь ввиду? Минутку. О, мне пора. Она ушла? Мне было так неловко. Не могу поверить, что у нас одинаковый стиль. Хм, думаю, это можно исправить. Мне понадобится маркер. Нарисуем сердечко на этой бумажке-липучке. Теперь начинаем закрашивать. Этот оттенок красного идеален. Добавим теней, чтобы рисунок выглядел объемным. И приклеим на кусок пергаментной бумаги. А сверху нанесем скотч. Разгладим как следует, чтобы не было складок. Вот так. Пора снова вырезать. Нужно, чтобы вырезанный кусок пергамента был чуть больше сердечка. Поступим так же с другими рисунками. Вуаля, можно украшать блокнот. Начнем с этой клубнички. Удаляем пергамент и приклеиваем рисунок на обложку. Смотрится гораздо лучше. Мне нравится. Даже круче, чем единороги. Привет, Наоми, как дела? Хорошо. Ого, какие чудесные стикеры. Стильные, правда? Я их сама сделала. Погляди, у Лекси такие же. До чего неловко. Надо положить этому конец. В классе место лишь одному блокноту со стикерами. Пусть Наоми выберет. Что? Нет уж. Ну, мы тебя разыграли. Да, это было очень смешно. Идем на урок. Войдите. Привет. Вы хотели меня видеть? Присядьте, пожалуйста. У нас проблема. Посмотрите на классную работу Софии. Это позор. Божечки. Но мне быстро становится скучно. Это должно прекратиться. Стойте, мне звонят. Алло. София, я так разочарована. Я сейчас вернусь. Наконец-то он ушел. Поиграем? Что? Бери карандаш и давай поиграем. Серьезно? Вот карандаш. Что ж, так ничего не получится. Дай подумать. Тут должно быть что-то, что мы могли бы использовать. Приклею полоску скотча на блокнот. И еще одну рядом. Затем еще две горизонтальные. Теперь мне нужны скрепки. И вот эти зажимы. Так, я начну. Давай, твоя очередь. О, это прикольно. Положу свою скрепку вот сюда. Хорошая попытка. Отличный блок. Обстановка накаляется. Не в этот раз. Вот так. Да, я победила. Веди себя спокойно. Он ничего не заподозрит. Что происходит? Это все она. Мне нужен отпуск. Ну же, почему так долго? Я люблю тебя, мистер единорог. Мы это сделали. Дом наш. Начнем паковать вещи. Держи, милая. От этого я избавлюсь. Так, я начну здесь. Ого, как у нас много вещей. Собирай свои игрушки, солнышко. Залезайте, пора спать. И вам тоже. Сейчас заклею скотчем. И одна коробка готова. Я закончила, мамочка. Дашь мне скотч? Держи. Где же кончик? Ооо, какой лепучий. София, ты в порядке? О нет. Мамочка, я запуталась. Помоги. Не двигайся. Вот так. Может быть больно. Оп. Спасибо, мам. Так, вернемся к сбору вещей. Хм, минуточку. А это может пригодиться. Благодаря этому лайфхаку, пользоваться скотчем будет куда проще. Просуньте кабельную стяжку через катушку и затяните. Отрежьте лишнюю часть хомутика. Это должно помочь. Держи, мамочка. Приклею скотч на коробку. А затем обрежу его с помощью хомутика. Попробуй сама, милая. Ого, какая ответственность. Мамочка, у меня получается. Как здорово. Ты отличная помощница. Что это за шум? Ооо, у меня проблема. Не поможете? Идеальная маскировка. Цель обнаружена. Почему? Я так старалась. Это не честно. Этот цветок со мной говорит. Сюда. Я? Иди сюда. Ладно. Садись. Ооо, прости. Этот цветок меня атакует. В чем проблема? Я завалила тест. Хм, но я могу тебе помочь. Смотри. Ого. Пятерка. Это не бесплатно. Конечно. Ого. Спасибо, странная незнакомка. Но как ты это сделала? Ну, наверное, мне не стоит тебе говорить. Но, чтобы написать любой тест на отлично, вам понадобится толстый карандаш. Обрежьте ластик скальпелем так, чтобы получилась нужная отметка. Пятерка, конечно. Обмакните ластик в красную краску и сделайте отпечаток на тесте. Видишь? Это просто. Ого. Надо это запомнить. Спасибо. Ооо. Это мои друзья. Девчонки, смотрите. Вы можете получить пять. С дороги. Бизнес процветает. Присаживайтесь. Вот так. Это того стоит. Спасибо. Давайте деньги. Эй. Вау. Это не бесплатно. Спасибо. Окей. Похоже, никто меня не видит. Значит, можно перекусить. Выним беспроводные наушники. А теперь добавим шоколада. Ооо. Это выглядит так аппетитно и шоколадно. Теперь нужно аккуратно встряхнуть. Ну вот, затвердели. Можно вынимать. Та-да. Шоколадные наушники. Ммм. Бесподобно. Я гений. Но. Тихо. Так есть хочется. А меня задержали после уроков. Сама виновата. Не надо было опаздывать. Ну все. Хватит. Нужно поесть немедленно. У меня есть пакет печенья. Там должно что-то остаться. Крошки тоже сойдут. Вот так. Отправляйтесь в рот. Эй. Это все? Гадство. Должно же быть еще что-то. Может вот здесь? Да. Так я и знала. Тут прилип кусок леденца. Ооо. Да. Это то, что мне нужно. Это было круто. Но есть все еще хочется. Сэр. Привет. Мистер учитель. Можно мне в туалет? Ни в коем случае. Ты здесь в наказание. Но я уже все сделала. Глядите, сколько строчек написала. Этого мало. Продолжай. Он все время на меня смотрит. Что же делать? Ооо. Он отвлекся. Это мой шанс. Быстренько позвоню. Дэвид. Меня оставили после уроков. И мне очень хочется есть. Помоги. Серьезно? Ты хочешь, чтобы я что-то придумал? Ха. Пора заняться контрабандой. Хорошо. Посмотрим. Учитель сидит за столом. О, боже. Не может быть. Это Дэвид. Эй, я здесь. Привет, Мэдисон. Все под контролем. Сейчас. Окей. У меня есть скейтборд. Нагрузим его вкусняшками. Нужно просто добавить скотч и приклеить пакеты к доске. Поместим сюда разные вкусности. Теперь надо спасти Мэдисон от голода. Хех. Только зацените это. Я такой умный. Хорошо. Теперь поставлю скейт и направлю в ее сторону. Ничего себе. Он послал мне свой скейтборд. Поймала. Ну, посмотрим, что тут. Да. Он не подвел. Здесь столько вкусного. О, боже. Как классно пахнет. Да. Он ничего не заметил. Привет. Вот мой электронный билет. Все в порядке. Желаю приятного просмотра. Привет. Вот мой билетик. Мне нужно посмотреть, что у вас в сумке. Серьезно? Окей, вот. Смотрите. Это все, что у меня есть. Что? Все эти конфеты? Я их конфискую. Вредина. О, я просто делаю свою работу. О, этот охранник у всех конфискует еду. Может быть, есть способ его обмануть? Да, ну конечно. Использую косметику. Это всегда работает. Окей. Сперва избавимся от самой косметики. Теперь возьмем пакет сока. Это мне точно пригодится. Наберем немного сока в этот шприц. Вот так, достаточно. И наполним соком контейнер из-под блеска для губ. Заполним эту штуку до самого верха. Готово. Осталось закрыть колпачком. Нужно завернуть получше, чтобы сок не пролился в сумке. Отлично. Он ни за что не догадается. Глядите, я могу смочить соком губы. Вкуснятина. Ну вот, пора идти смотреть кино. О, постойте. Я знаю, что вы проверяете сумки. Без проблем. Сейчас сама все достану. Да, у меня куча вкусняшек. Можете их забрать? Вот так. Все, Федро. Пока-пока. О, а это моя косметика. Ее ведь можно оставить, да? Это мне нужно для увлажнения губ. Мне нет никакого дела до косметики. Проходи. Отлично. Спасибо. Всего вам доброго. Странная она какая-то. Ура. Я пробралась в зал со своим соком. Кстати, мне не терпится его попробовать. Школьные лайфхаки ценятся на вес золота. Особенно те, что помогают сдавать экзамены. Отлично. Но будьте осторожны. Сохраняйте бдительность, чтобы все прошло как надо. Женитер. Прошу прощения. Сегодня мы поделимся с вами потрясающими лайфхаками. Фотосинтез. Мне кажется, я все выучила. Эй, ты подготовилась к завтрашнему экзамену? О, я Дженнифер. Я все время учусь. Да ну тебя. И как мне удалось ответить на все эти вопросы. А ты чего бы страшно хочется пить? Ура, она не смотрит. Это мой шанс. У меня всего минута. Ну здравствуйте, драгоценные ответы. Как же вы прекрасны. Я не смогу все это запомнить. Но пищевая пленка мне поможет. Да, детка. Я просто положу пищевую пленку на бумагу. Обведу кружочками ответы Дженнифер. А потом положу пленку поверх своего теста. Разве не гениально? О, что ты делаешь? Ничего. Просто рассматриваю свои конфеты. Чудачка. А теперь момент истины. Бинго! Все идеально совпало. Я не опоздала? Этот урок должен быть легким. Ах. Математика мой конек. Что? Я и не знала, что сегодня будет тест. Я совсем не готовилась. Думаете, учительницы это заметят? Ах. Кажется, она сюда не смотрит. Чем это занята Дженнифер? Юная леди. Лучше бы это был не учебник. Ну вот, не сработало. Может быть, я смогу списать окей? Опять ты хитришь, Дженнифер? Дженнифер. Я просто потягивалась. Ну и что же мне делать? Дженнифер. Хватит с меня твоих глупостей. Черт, неужели я провалю этот тест? Эй, мое кольцо. Решение было под самым носом. Наверняка у вас завалялся лишний листок бумаги в клетку. Возьмите ножницы и вырежьте несколько квадратов. Скрепите их вместе, чтобы получилась книжечка. И запишите в нее все ответы. Мелко, но разборчиво. Когда все запишите, приклейте ее на внешнюю часть вашего кольца. Как только клей высохнет, можно надевать. О, я прямо чувствую эту мощь. Кто же знал, что математика может быть настолько простой? А учительница ничего не заметит. Спокойно, Дженнифер. Я слежу за тобой, Дженнифер. Кажется, вам нужны новые очки. Ах равен пяти. Вау, перемена, пора пообедать. Звучит неплохо. Оу, ну наконец-то. Обожаю шоколадные яйца. Они вкусные. А еще с сюрпризом внутри. Оу, я забыла свой обед. Но ничего страшного, я знаю, что делать. Оп. Ммм, так вкусно. Я ни о чем не жалею. А где мое яйцо? Оно лежало здесь. Что-то не так? Нет. Не может быть. Воровка. Я должна была догадаться. Она делает это постоянно. Минутку. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Ага. И принеси шоколад. Мне понадобится яйцо. А еще соломинка и клей. Я выдавлю клей на скролупу. Вот так. Затем пришму к яйцу соломинку. Теперь нужно подождать, пока она приклеится. Но это еще не все. Я окуну яйцо в растопленный шоколад. Ммм, выглядит аппетитно. Затем можно завернуть его в фольгу. Выглядит довольно правдоподобно. Я заверну края. Наоми не должна догадаться. Готово. У меня есть кое-что для тебя. Я знаю, как они тебе нравятся. Спасибо. Шоколада много не бывает. Наслаждайся. Какая гадость. Так тебе и надо. Это будет уроком для тебя. Это сырое яйцо. Зачем ты это сделала? В следующий раз не забывай свой обед. Это было отвратительно. Не-не. Искусство – это выражение человеческой души. О чем вы говорите? Я здесь, я здесь. Как обычно, с опозданием. Да, Наоми? В общем, сегодня у меня для вас интересная тема. Мы будем вдохновляться матушкой природы. И одним из ее милых маленьких творений. Я хочу, чтобы вы нарисовали белку. Не забудьте про ее очаровательный хвост. Хорошо, это я могу. Это не сложно. Так, держать, Бетти. О, кто-то мне звонит. Алло? О, привет, дорогая. Мне нужно ответить. Все идет хорошо. Я люблю рисовать красивые картинки. Хей, поступай, как знаешь. У меня есть дела поважнее. Например, макияж. Именно поэтому ты всегда получаешь твой кида. Что? Я художница. Я шедевр. А еще я скромная. Мне нужно закончить рисовать белку. Обожаю эту помаду. О-оу, учительница вернулась. Он хочет пригласить меня на свидание? Вау! Еще пять минут, девочки. Эм, мне нужно в туалет. Мне очень нужно в туалет. О, иди, Бетти. Я знала, что не нужно было пить третью бутылку газировки. Мне нужно поторопиться. Как нарисовать белку? Это сложнее, чем я думала. Может быть, я... Это ужасно. Что же мне делать? Подождите. Мне нужен рисунок Бетти. Вау, неплохо. Она талантлива. Надо отдать ей должное. Я покрою рисунок пищевой пленкой. Отлично. Теперь я могу обвести рисунок. Я буду рисовать прямо на пленке. Нужно просто обводить линии. Это очень просто. Почему я не подумала об этом раньше? Теперь лапки. А потом глаза. Почти готово. Вот и все. Это потрясающе. Я сниму пленку. Затем я переверну ее и положу на лист бумаги. Нужно перенести чернила. Искалка отлично справится с этой задачей. Теперь можно убрать пленку. И рисунок белки готов. Эм, мисс, что скажете? Позволь мне взглянуть. Да-да. Надеюсь, вам понравится. Эх, еле успела. Что я пропустила? Нет. Этого не может быть. Замечательно, Наоми. Вы так добры? Да. Ее рисунок выглядит точно так же, как мой. Я не понимаю. Что происходит? Бетти, ты скопировала рисунок Наоми? Что? Нет. Это она скопировала мой. У всех есть свои тайны. Я ужасно злюсь. Итак, кто-нибудь готов ответить? Нет, только не я. Хорошо, посмотрим. Нина. Эх, надо было домашку сделать. Порази нас своей эрудицией. Окей. Ненавижу задачки с процентами. К счастью, я знаю крутой трюк. Умножаем 2 на 8. Так, опять на 3. 15. И последнее. Ответ 63. Можно не проверять. Все правильно. Настоящее волшебство с цифрами. Ну, прямо всезнайка какая-то. Можно мне сесть на место? Хочется верить, что вы обе подготовились. Очень на это надеюсь. Выглядит сложно. Может, для тебя и сложно, Нина. Что это ты делаешь? О, жадина. Похоже, надо самой решать. Ничего тут не понимаю. Кто-то мне звонит. Сидим смирно, хорошо? Да, он ушел. Пора заглянуть в ответы. Прямо не верю своей удаче. Хорошо, что сегодня я надела юбку. Надеюсь, все это отмоется. Ну, вроде готово. Жаль, что на мне нет свитера. Дурацкая короткая юбка. Чувствую себя так неловко. Придумала. Тут поможет капелька косметики. Ага, вот нужный оттенок. Главное, чтобы можно было прочесть. Вот теперь можно писать тест. Я такая умная. Я тоже тебя люблю, Бамуля. Он ничего не заметил. Точно напишу, но отлично. Ответы вижу только я. Зачем зубрить, когда есть шпаргалки? Все готово. Ну и быстро же ты, Нина. С приходом смартфона учеба никогда не будет прежней. Особенно для учителей. Так, все, сдаем телефоны. Надо срочно спрятать. Дорогуша, вы учиться собираетесь? Ах, последний уровень. Учеба – это отстой. Кому нужна скукота про фотосинтез? Чтобы пронести смартфон на урок, нужно быть супер хитрой. Решение было у меня под носом. Кладем телефон экраном вниз. И наносим полоску горячего клея. Вот так, до самого низа. Теперь приклеиваем цветной карандаш. Отлично. И повторяем с другими карандашами. Смотрится круто, правда? Теперь можно делать селфи, и никто ничего не заметит. Я просто карандаши взяла. Прикольно. Этот трюк реально работает. Я чувствую запах чипсов. Стой, давай их сюда. Эй, купите себе свои. Ну и дети пошли. Нельзя, чтобы он это увидел. Что же мне делать? Нужно что-то придумать. Ну а что? Это Молли. Привет, Молли. Ты сегодня очень красивая. О, это ты. А, привет. Я прочел это вчера. Так интересно. Постой, покажи мне твой галстук. Но, это мой любимый. Пошли со мной. Может, сперва лучше узнаем друг друга? Это именно то, что мне нужно. Что? Что это было? Надо скорее рассказать маме. Переворачиваем галстук и кладем вот так. Мне нужен клей. Наносим капли клея по всему галстуку. Затем приклеим к нему полоски эластичной ткани. Сделаем это по всей длине галстука. Надо, чтобы они хорошо держались. Так, это последнее. Теперь просунем сладости вот сюда. Идеально подходит. Все готово. Веди себя как обычно. Никто ничего не заметит. Знаете, а мне это идет. И я люблю аксессуары. Время для быстрого перекуса. Это будет классно. Тайные сладости. Самые вкусные. Привет, Молли. Моя мама приглашает тебя к нам на ужин. Плохие дела. Привет, Джаред. Я начинаю жалеть об этом. У меня еще галстуки есть. Могу одолжить. Но только за поцелуй. Что я наделала? Стой. Конфеты есть? Как вы догадались. Хей, я готова зажигать. Еще чуть-чуть. Опс. Кажется, нас заметили. Меня не проведешь. Спокойно. Только без нервов. Приятного вечера. Как он их находит? Прямо будто у него суперсилы. Нам нужно придумать новый план. Кажется, есть задумка. Куда ты идешь? Почему он всегда так делает? Минутку. Думаю, это пригодится. Получится милый пояс. Но это еще не все. Использую эти конфеты. Подвесим их таким образом. По всей длине пояса. Выглядит классно. Мне надо работать дизайнером одежды. Вот, прекрасно. Угадай, где я спрятал конфеты? Подсказка, а не на голове. Я бы никогда не догадалась. Взгляни на мою юбку. Очень модная. Пойдем. Обожаю мою работу. Привет. Мы на вечеринку. Сейчас посмотрим. Пожалуйста. Мы ничего не скрываем. Осторожность не помешает. Ну, а теперь можно. Приятной вечеринки. Спасибо, приятель. А? В чем дело? Это что такое? А, это парик. Я лысый. Ничего лучше не придумал. Не надо так вредничать. Доброго вечера. Да ладно. Серьезно. Вау. Классно. Круто смотришься, Молли. Он отнял мои конфеты. Не знаю, как он их нашел. Не беда. Хочешь, с тобой поделюсь? О, спасибо. Здесь на всех хватит. Отпад. Спасибо. Спасибо, Молли. Ты супер. Отлично смотрится. Чудесно, Молли. У тебя настоящий талант. Оу. Теперь у меня кошмары будут. Ха, уверен, это был комплимент. Хм, время снеков. Псс, эй, Молли. Это так расслабляет. Невероятно. Остался только один способ. Эй. Ау. Ты что делаешь? Зацени-ка. Карандаши? Вау. Нет. Постой. В них спрятан сладкий сюрприз. Ммм. Вкусный шоколад. Очень нюмно. Ха? Не скрывай, ты завидуешь. Ах, подумаешь. Взгляни на это. Это целая плитка шоколада. Ого. Это... Это прекрасно. Я знаю. И она только моя. Не терпится попробовать. Ммм. Да чего здорово. Тебе пополравилось. Окей. Значит, вот ты как. В эту игру могут играть двое. Даешь мега карандаши. Что такое? Что это? Гигантский леденец. И он только мой. Конфеты? На моем уроке? О, это подарок вам за отличную работу. О, да чего приятно, когда тебя ценят. Я так ждал этого момента. Он что, думает, что я совсем глупая? Надеюсь на ваше идеальное поведение во время контрольной. Можете начинать. Так, я все это знаю. Я ничего не знаю. Может, притвориться, что у меня сердечный приступ? Не, глупо. Крис. Никаких разговоров. Простите. Эй, Мэдисон. Чего тебе? Я дам тебе батончик, если ты мне поможешь. Ты знаешь, что я люблю сладкое. Окей. Держи. Класс. И как я раньше не догадался. Ответы. Ты не это ищешь. Да, именно это я и искал. Эй. Эй. Если ты хочешь это, поделись ответами. Я уже тебе помогла. Какой ты надоедливый. Лови. Серьезно? Этому место в мусорке. Это все она. А вот и нет. А вот и да. Неа. Какой ты врун. Я преподаю у овощей. Мне почитать сегодня удастся. Попробуем еще раз. Эй. Эй. Ну что еще? Видишь этот батончик? А вот этот? Ладно, договорились. Хм. Как бы это сделать? Ага, точно. Придумала. Открою тетрадь и приклею полоску скотча сверху до самого низа. Покрою так всю страницу. Дальше возьму губку и разрежу ее на маленькие кусочки. Приклею один кусочек на маркер. Теперь у нас есть удобный ластик, чтобы стереть все записи. Никто даже не узнает. Эй. Тебе нужны ответы. Смотри сюда. Что ты делаешь? Сейчас увидишь. Вуаля. Класс. Спасибо. Я бы сам никогда не догадался. Что там у вас происходит? О, ничего такого. Видите? Должно быть показалось. Пронесло. Эй. Давай сюда батончики. С тобой приятно иметь дело. Крутая тренировка, ребята. О, без шлема лучше. Стоп. Походу мне нужна какая-то тетрадка. Супер. О, и еще та штука, которой пишут. Эм, ручка, точно. Нет, под столом ничего нет. Что же мне делать? Эй, умная девчонка. Привет. Привет. Это мне? Ага. Можешь одолжить ручку? Ладно, думаю, у меня есть запасная. Вот это. Класс. Спасибо. О, нет. Она сломалась. Эй, умная девчонка. Ручка бракованная. У тебя есть другая? Только будь аккуратнее. Вау, две подряд. Ты не поверишь. Держи. Вот. Возьми эту. Надеюсь, она сохранила от них чек. Псс, умная девчонка. Это моя последняя ручка. Окей, ладно. Минутку. Коробочка от сока может мне пригодиться. Как насчет этой трубочки? Это сработает. Разберите ручку. Нанесите немного клея на самый низ стержня. Вот так. Теперь возьмите трубочку и вставьте в нее стержень. До конца. Там, где клей. Ручки-трубочки? Такие никто не захочет задолжить. Вау, как круто получилось. У тебя нет ручки. Это трубочки. Прости. Ладно. Эй, чувак. У тебя есть ручка? Да, я могу, наконец, заняться делом. Тема сегодняшнего урока «Поп-ит. Единорог». Ууу. Кто последний, тот лузер. Я победил. Да, я победила. Бей-бей. Готова. Умоляю. Я готова с рождения. Это будет просто. Я обязана победить. Быстрее. Давай. Я одержу легкую победу. Готовься проиграть. Ха. Да, конечно. Еще чуть-чуть. Эм. Истинное искусство исходит от... А, забудьте. Нельзя останавливаться. Мои карандаши. Я не могу этим рисовать. Эти закончились. Эти тоже не годятся. Что она делает? Последний участок. Боже. Осталось только это. И я победила. Мне нужны еще карандаши. Как там у него дела? Тише едешь, дальше будешь. Нельзя, чтобы он победил. Но у меня закончились карандаши. Стоп. У нее больше нет карандашей? Я об этом пожалею. Дай-ка взглянуть. Наверняка что-то можно сделать. Точно. У меня отличная идея. Эта трубочка мне пригодится. Возьмите соломинку и вставьте в нее кончик карандаша. Из другого конца тоже. Теперь у вас есть карандаш, которым можно рисовать. Легкая победа мне не нужна. Держи, это тебе. Карандаши? Значит, я смогу закончить рисунок? Спасибо. Пожалуйста. Погоди. На счет три, два, один. Погнали. Что бы такое нарисовать? А, точно. Ого. Магия справляется лучше, чем я. Очень круто. А у меня цветочек. Такой миленький. Мне очень нравится. Посмотрим, что у вас получилось. Отличная работа. Молодец. А у тебя что? Ну, ты хотя бы попыталась. Ну, наконец-то. Он ушел. Смотри. О, зачем пить грязную воду? Это не вода. Сейчас покажу. Видишь? Это Фанта. Да ладно. Ты такая умная. Спасибо. Держи, тоже попей. Отлично утоляет жажду. Что там происходит? Они пьют воду с краской? Мне слишком мало платят за такую работу. Движения палочкой очень важны в трансфигурации. Попробуйте. Вот черт. Ничего не получается. Даже вторая попытка провалилась. Продолжайте практиковаться. Кажется, я понял. Не может быть. Получилось. Настоящий бургер. Вау. Я тоже хочу. Что? Это совсем не бургер. Никаких мне бургеров. К счастью, я кое-что припрятала. Иди-ка сюда. Пора перекусить. Так-то лучше. Эй, откуда у тебя конфеты и бусы? Я сама их сделала. Я использовала жевательные скитлз. Видишь? Вот еще браслет есть. Держи, это тебе. Да, это так здорово. Ммм, очень вкусно. Бум. На чем я остановился? Эй, они едят на уроке. Еда запрещена. У меня выросли рога. Нет, я не хочу ходить с пятачком. Больше не будут нарушать правила. Какой скучный урок. Очень важно знать строение человеческого черепа. Все это будет в тесте. Надо срочно записать. Ну что такое? Хорошо, что я ластик взял. Вот так. Все в порядке. Что может быть скучнее? Кажется, это никогда не закончится. Упс, в тетрадке дырка. Ого, прямо насквозь. Упс, надо было не трогать ручку. Самое время взять пластик. Иди сюда. Я тебе кое-что расскажу. Это не настоящий ластик. Берем ластик, убираем бумагу и с помощью ножа отрезаем конец. Вообще-то оба конца. Затем нам понадобится клей. Наносим клей на один конец. И вставляем его в обертку. Клей все скрипит. Засыпаем внутрь конфеты. Они очень маленькие, так что подходит идеально. Вставляем второй конец в обертку. Теперь у нас есть тайник с конфетами. Поняла? А со стороны кажется, что это просто ластик. Вот, держи конфеты. Эй, мы тоже хотим. Ну ладно. И про меня не забудь. Окей, вот. Эм, минуточку. Давай сюда. Черт, мои конфеты. Облом. Она забрала ластик. Но смотри-ка, у меня есть еще один. Ура! Достаточно легких мазков. Легких? Поняла. Попробуй. Кажется, все просто. Итак, приступим. Да, лу. Пока все хорошо. Давайте добавим еще немного цвета. Я не уверена. Думаю, что мне нужно кисть побольше. Да, так намного лучше. Подождите. Я должна смешать цвета. Так рисунок станет ярче. Все цветы яркие и красочные. Может добавить красного? О, да. Посмотрите на это. Фу, ну и месиво. Может быть, это была не такая уж хорошая идея. Я возьму другую палитру. И мне понадобятся еще кисти. Вот что называется многозадачностью. Эта палитра грязная. Следующая. Извини, телефонный звонок. А что здесь произошло? Что ты наделала? Подожди. Не надо. Это была последняя чистая палитра. Да, она мне нужна. Я покажу тебе маленькую хитрость. Я поставлю палитру на стул. И накрою пищевой пленкой. Нужно обернуть ее вокруг палитры. И убедиться, что она плотно прилегает. Теперь мне нужна краска. Вот так. Теперь можно приступать. Так намного проще работать. Смешаем все краски вместе. Думаю, я закончила. Я сверну пленку. А палитра осталась чистой. Пленку можно выбросить в мусорное ведро. Вот так. Не забудь о пленке. О, да, спасибо. Творительно. Пора готовиться к уроку. Хорошая идея. О, посмотри. Это мой новый набор фломастеров. В нем есть все цвета, которые только можно пожелать. Это прекрасно. О, это точно. У меня тоже есть фломастеры. Сейчас покажу. О, это печально. Этот фломастер поломан. Не будем об этом. По крайней мере, у меня есть эти маркеры. О, эти выглядят лучше. О, вау, она потрясающая художница. Все в порядке, Тина? Я собираюсь создать шедевр. Ну, конечно. Кажется, она мне не поверила. Вау, посмотрите на это. Цвета сливаются. У меня есть отличная идея. Сначала я нарисую пламя. Теперь нужно прижать маркеры друг к другу. Я буду ждать, пока цвета смешаются. Готово. Теперь я раскрашу пламя. Сначала оно будет красным. А затем станет оранжевым. А затем желтым. Какой великолепный эффект. Но это еще не все. Теперь мне нужно вырезать рисунок. Выглядит очень хорошо. Я приклею рисунок к блокноту. Вау, мне нравится, Тина. Можно мне их взять? А ты можешь брать мои фломастеры. Вау, договорились. Вау, с их помощью я создам потрясающие произведения искусства. Я добавлю немного тени здесь, и моя картина изменится. Хм, это сложное задание. Мне кажется, я правильно уловила суть. Да, это точно. Как у тебя дела? Ух ты, это ужасно. Именно поэтому мне нравится. Но нужно больше черной краски. О, ее рисунок лучше моего. Мне нужно что-то с этим сделать. Это я выброшу. На этот раз я знаю, что делать. Я обведу свою руку. Отлично. Посмотрим, что ты скажешь на это. Хм, неплохо, но ее рисунок все равно лучше. Нельзя, чтобы это кто-то увидел. Эй, аккуратнее. Ты со мной разговариваешь? Что? Нет, пожалуйста, не делай мне больно. Ой, кто-то звонит. Да, я так и думала. Подождите, я знаю, что делать. Я сфотографирую рисунок Вензда. Ты слишком близко. Давай сделаем селфи, улыбайся. Это круто. Есть. Я положу телефон на блок, а затем рядом поставлю стекло под углом. Отлично. Я использую скотч, чтобы зафиксировать стекло. Изображение будет проецироваться на стекло и бумагу. Остается только срисовать все. Так намного проще. Теперь можно добавить детали. На этой руке много шрамов. Выглядит неплохо. Теперь можно раскрашивать. Это идеальный оттенок для кожи. Жаль, что я не додумалась до этого раньше. Осталось добавить последние штрихи. Вот и все. Все выглядит отлично. Это шедевр. Учителю понравится мой рисунок. О, мы меняем модель? Хорошо. Это будет несложно. Где мой телефон? Давай, Уэнсдей, начинай. Только попробуй. Ты не в восторге от камеры, да? Сделаем еще одно селфи. О, какое симпатичное яблочко. Хей! Я подумала, ты захочешь поделиться? Что? Что только что произошло? Я его верну. Если снимешь мне видео... Эм, ладно. Смотри, чтобы я вся была в кадре. Вау, она отлично танцует. Я бы уже давно упала. Отлично, спасибо. Забирай свое яблоко. Какая она странная. Что может быть лучше пиццы? Минуточку. Что за запах? О, какая вонь. Ох, слава богу. Я думала, она рядом сядет. Эй, я тут сяду, если ты не против. Другие места заняты. Приветик. Что там так сильно пахнет? О, мой прекрасный лук. Обожаю этот запах. Черт возьми, она ест его, как яблоко. У меня еще есть. Будешь? Нет, спасибо. Ну, как хочешь, мне больше достанется. Вчерашняя рыбка все еще вкусная. О, целая рыбина. Ох, фу. Выглядит аппетитно. Сначала разложу лук и перец. Вот так, рыбка, положим сюда. Надо все подогреть. Сейчас вернусь. Ух, она ушла. И рыбу с собой забрала. Фанда поможет убрать этот запах. Ух, какой сильный луковый дух. Ура, рыба готова. Теперь вся комната пропахла. Это будет лучший обед в моей жизни. Начну с картошки. Какая свежая и вкусная. Просто супер. Я бы так каждый день обедала. Привет. Я на диете. Сегодня только вода и брокколи. Просто не смотри на ее еду и ешь брокколи. Ммм, как вкусно. Ох, у нее там пицца. Я люблю пиццу. Закрой глаза. Не смотри на бургер. Бесполезно. Я возьму картошечку. О, божечки. Как пахнет. Шоколад? Я ненадолго. Спасибо. Нюхай шоколад. Ешь брокколи. Я, пожалуй, возьму весь поднос. Эй, это мой обед. Я забираю. Вот почему я не сижу на диете. Вот ваше следующее задание. Думаю, я справлюсь с этим. А может и нет. Это так разрушает. Круги – это глупость. Снова. Какой я молодец. Вау, я так проголодалась. Это была ты? Я не завтракала. Хорошо, что я взяла это с собой. Привет, друг. Прошу прощения. Фэмили, ты знаешь правила. Наверное, вылетела из головы. Тогда вернемся к кругам. Как громко урчит живот. Я не могу сосредоточиться. Минутку. Учитель не смотрит, правда? У меня есть план. И в него входят круги. Маленькие шоколадные кружочки. Настало время шоу. За работу. Выглядит отлично. Эмили? О, опять. Работает просто великолепно. Это гениально. Я тоже хочу. Я тоже голодный. Подождите. Моя коробка с мелками. Это другое дело. Настало время для хлопьев. Я понятно объясняю. О, да. Не обращайте на меня внимания. Вкуснятина. Сработало. Потрясающе. Эй, это очень умно. Хочешь? Нет, спасибо. Оу, подождите. Подождите. Зацени. Нужно насыпать сюда хлопья. Тогда настало время клея. А под словом клей я имею в виду молоко. Они оба белые, верно? Ничто не может остановить меня. Даже школьные правила. Начинаем вечеринку. Надеюсь, учитель не смотрит. Вау, это так круто. Может быть, этот урок не так уж влог. Что там происходит? Мы просто рисуем. Хорошо. Хей, дай мне немного. Круто, да? О, ну и денек. Теперь можно отдохнуть. Список дел? Не может быть. Номер один. Прибраться в комнате? Сделать домашнее задание. Это так нечестно. Ладно, возьмемся за дело. Это может занять время. Может, перейдем сразу к номеру два? С домашней работой всегда много возни. Что еще мне нужно сделать? О, пудинг. Привет, дружище. Мне стоило остаться в школе. О, привет, мам. Мой милый мальчик, тебе это понадобится. Спасибо. И не забудь список. Я серьезно. Я все помню. К сожалению. Я просто хотел поиграть в видеоигры. У меня совсем нет личного времени. Может, мне удастся немного поиграть? Нельзя же совсем без веселья. Лиам, ты уже продвинулся по списку? О, Лиам. Какой беспорядок. Я эту убирать не буду. Вот тебе и список. Ведь все было так просто. Хм, а ну-ка взглянем на этот поп-ит. Думаю, я знаю, как сделать список задач интереснее. Я сейчас вернусь. Берем поп-ит и вырезаем из него вот такую секцию. Замечательно. Теперь возьмем список и яркий маркер. Прижмем к кончику два других маркера. В результате чернила смешаются. Теперь, когда я буду писать, получится радужный эффект. Думаю, готово. Время показать Ильяму. О, он еще спит. Приклею это к двери. Постараюсь не шуметь. Он спит как младенец. Но это ненадолго. А, что такое? Хм, это что-то новое. Посмотрим. О, а это занятно. Так, мне нужно прибрать комнату. Надо мне чаще приводить все в порядок. Хм, я этого не знал. О, пудинг. Что ты ел сегодня? Так, с собакой погулял. Теперь можно надавить на пупырышки. Все дела сделаны. Мам! Да, солнышко? О, как здесь чисто. Я даже вижу ковер. Ты такой молодец. Молодец. Ну уже, я не могу больше терпеть. Хм, ты в порядке? Нет. Мне нужно сдать этот экзамен. Мама, папа, глядите, я сдал на отлично. Я знал, что у тебя получится. Мы так тобой гордимся. Ты еще прославишь нашу семью. Я буду для них героем. О, поехали. Вот в отметке за экзамен. Пожалуйста, только не неот. Кажется, меня сейчас тошнит от нервов. Должен сказать, я удивлен. Пожалуйста, Лекси. А вот твоя оценка, Лиэм. Я боюсь смотреть, но мне нужно знать. Давай ты первая, Лекси. Окей, это просто оценка. Вау, я сдала на отлично. Поверить не могу. Да. Что-то у меня совсем уверенность пропала. Погляжу одним глазком. Не может же быть совсем плохо. Это что, шутка? Я так много зубрил перед тестом. А мне все равно поставили неот. Это катастрофа. Мама и папа будут так огорчены. Неот? В нашем доме? Ты мне больше не сын. Прочь. Уходи отсюда. Неудачникам нет места под нашей крышей. Думаю, я чересчур сгущаю. Но я не хочу быть бездомным. Что мне делать? Что это? Эх, старая жвачка. Да чего противно. Да что же за день такой сегодня? Минутку. Кажется, я знаю, как исправить мою отметку. Почему бы и нет? Мне понадобится маркер и клеевой пистолет. Наносим клей на конец маркера. Нужно покрыть клеем колпачок. Вот так. Наносим клей толстым слоем. Достаточно. Прижимаем этим концом к оценке. Нужно надавить посильнее. Постойте, никто ведь не смотрит, да? Теперь осторожно убираем маркер. И вуаля, плохой отметки как не бывало. Вау, все так просто. Берем красную ручку. Хм, я заслужил отметку отлично. Добавим кружок, чтобы скрыть следы клея. Никто ничего не узнает. Я гений. И не нужно ничего зубрить. Похоже, у этой жвачки еще остался вкус. Ммм, мятная. Нужно порадовать маму с папой. Сегодня у нас тест по математике. Предупреждаю, он сложный. Очень сложный. Я готовилась изо всех сил. У меня получится. Ненавижу школу. Мне бы лучше кататься в парке. Как дела, ботанка? Чудесно. Удачи с тестом. Тебе она понадобится. Итак, тест начался. О, окей. Вау, все такое трудное. К чему волноваться? Это просто тест. О, это легко. Просто нужна подготовка. У меня все ответы на готове. Зачем учить уроки, если есть шпаргалки? Все это я бы точно не запомнила. Похоже, этот тест у меня в кармане. Окей, приступим. Все должны носить с собой шпаргалки. О нет, моя голова абсолютно пустая. Лексей, так нельзя делать. Говори потише. Лучше займись своими ответами. Но это не по правилам. Хм, есть идея. О, извиняюсь. Зачем ты столкнулась со столом мою ручку? Я ненарочно. Что ж, надеюсь, больше таком не случится. У меня нет на это времени. Нужно действовать быстро. Я ей покажу. Ты как маленькая. Эй, зачем ты это сделала? Обманщики всегда проигрывают. Да? Ну, тогда я возьму твои очки. Нет, я без них не вижу. Все такое размытое. Хорошо, что у меня есть запасные. Хватит вредничать. Ты сама вредина. Что мне теперь делать? Мне не видно ответы. Хотя, нет, это не помогает. А впрочем, я знаю, как решить эту проблему. Берем маркер и красим линзы. Это должно сработать. Ладно, попробуем. Подносим их к шпаргалке, и ответы появляются сами собой. Это как магия. А на вид просто солнечные очки. Надо скорее дописать тест. А? Что это? Эй, Лекси, это тебе. Мне? Правда? Интересно, что там. Не терпится узнать. Ууу, Майлз. Вечно ты флиртуешь. Но к чему отрицать? Я и правда крутая. Нам надо сходить куда-нибудь вместе. Я не могу поверить, что они заставляют меня сидеть на полу. Мне так трудно выполнять свою работу. А? Пошел дождь из денег? Что происходит? А потом мне подарили бриллиант. Один. Представляешь? Уроки начинаются. А? Как раз вовремя. А, мне пора. Поговорим позже. А куда ты собрался? Стой. В чем проблема? Давай посмотрим на тебя. У меня нет на это времени. Как я и думала. Ты без рубашки. Посмотрим. Папочка, пришли вертолет. Сейчас. А, что происходит? Это нападение. Спасайтесь. О, специальная доставка для меня. Спасибо, ребята. Это как раз то, что мне нужно. Сейчас. Это должно помочь. Я заправлю воротник. Надо хорошо выглядеть. Ха, как и всегда. Настало время шоу. Теперь я могу зайти в класс. Хм, подождите. Ах, намного лучше. Ты отвечаешь всем требованиям. Прошу прощения за неудобства. А, спасибо. Что мне делать? Может быть, я смогу спрятать свою футболку? Подожди. Мне нужно увидеть твою одежду. Не двигайся. Мне нравится эта игра. Прекрати. Вот и все. Та-да. Хорошая попытка. Но я просто хочу зайти в класс. Подождите. У меня есть идея. Я отрежу полоску бумаги. И просто оберну ее вокруг своей шеи. Получается симпатичный воротничок. Вперед. Вау. Ничего себе. Великолепный воротник. Проходи. Спасибо. Посмотри, Алекс. Довольно стильно, правда? Я предпочитаю итальянский шелк. Но я устанавливаю свои правила. Не буду носить это. Я лучше выброшу. Серьезно? Мне понадобится бумага для уроков. О, совсем забыла. Видимо, мне придется использовать это. Модно и практично. Держу пари, что твоя рубашка на это не способна. О, фу, это тяжело. Так много нужно выучить. Это точно. Я ничего в этом не понимаю. Это не имеет никакого смысла. У меня везде записки. Нужно навести тут порядок. Нужно начать. Вот как ты это делаешь. Я предпочитаю использовать это. А, что это? Смотри. Я положу бумагу сюда. Затем поверну ручку. Этот гаджет измельчает бумагу. Очень быстро и просто. Вау. Это потрясающе. Вот бы и у меня такое было. Хм, я знаю. Я тоже так могу. Я справляюсь ничуть не хуже. Это приятно. Все готово. Хм, но на моем столе по-прежнему беспорядок. Осталась гора бумаги. Это так интересно. Ух ты, кто-то оставил газировку. И в банке еще осталось немного. Я сплю? Как здорово. О, да. Это восхитительно. Это так смешно. Ух ты, сколько же у меня вкусняшек. Я не могу есть их и держать в руках телефон. Я положу его вот сюда. Ну же. Тебе нужна помощь? Все в порядке, я справлюсь. Ты уверена? Не могу на это смотреть. Я знаю, что делать. Я сделаю вмятину в банке. Попробуй. Вау, потрясающе. Идеально. Ты гений. Хочешь? Обожаю утро перед экзаменом. А ну, постой. У тебя там шпаргалки? Ох, и как он их всегда чует. Прощайся, верные ответы. Надо было учить уроки. Желаю удачи. Эх, детишки. Доброе утро. Моя тетрадь? Там ничего такого. Хорошо, Лили. Можешь проходить. Что же мне теперь делать? Пока все хорошо. Похоже, он не очень внимательно искал. И не увидел мою шпаргалку. Эй, ну почему я об этом не подумала? От моей линейки толку мало. Лили, пссс. Можно глянуть? Чшс. Просто открываешь вот так, видишь? Тут нам понадобятся две линейки. Берем шпаргалку и прилепляем к ней двусторонний скотч. Удаляем нижний слой, чтобы приклеить скотч к линейке. Середина шпаргалки должна совпадать с зазором между линейками, чтобы можно было сложить вот так. Спасибо. Я все написала. Домашка такая трудная. Но, кажется, я все решила. Реально горжусь собой. Вот тут она будет в безопасности. Не испачкает и не помнется. Отлично, теперь кладем в ранец. Не терпится отдать все учителю. Настоящий шедевр. Вау! Эй, смотри, куда идешь. О нет, моя домашняя работа. Она вся помялась. Гляди, она плачет. Глазам не верю. Нашла из-за чего плакать. Эй, успокойся. Вот это должно помочь. Спасибо. Постой, а что мне с ним делать? О, поняла. Утяжок для волос разгладит бумагу. Видите? И никаких проблем. Очень здорово. Ой, Нина! Ах, где же учебник? Не может же он быть настолько скучным. Мне уже надоело. Интересно, кто это? Алло? Ты дочитала то, что нам задали? И я тоже не осилила. Берусь и сразу тянет чем-то другим заняться. Например, фильм посмотреть. Да, сейчас будет классно. Получай, злой робот. Ну же, еще немножко. Вау, сколько хоть времени? Что? Уже почти восемь? Новая ручка. Такая классная. Я успела. Эй, я много пропустила. Итак, остановимся на свойствах ядра. Меня в сон клонит. Эй, Нина! 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 Проснись. Привет. О, какое мучение. Как бы поспать, чтобы никто не заметил. Сделаем фальшивые глаза. Прежде всего понадобится селфи. Только та часть, где глаза. Ну, как я выгляжу? А теперь добавим серу. А теперь добавим серу. Спокойной ночи. У кого-нибудь есть вопросы? Ничего себе. У нас тут кое-кто уснул. Значит, надо кого-то разбудить. Я уже иду. О, нет. О, Нина! Пытаешься вздремнуть? Только не на моем уроке. Привет. Земля вызывает Нину. Что? С добрым утречком. Хорошо, что это была не я. А ну, постой. На вечеринку нельзя с едой и напитками. О, нет. Этого парня не пустили из-за еды. Но как же мне быть с конфетами? Они мне нужны. Съем все прямо сейчас. Как вкусно. Можно вот тут кое-что спрятать. В рукавах и в носках. Это должно сработать. Пора идти на вечеринку. Посмотрим. У тебя есть с собой еда или напитки? Ты что, издеваешься? Я отлично вижу конфеты. Конфеты? Это просто часть моего гавайского костюма. Ну, конечно. Иди отсюда. Почему он мне не поверил? Эй, секундочку. Может, мне поможет венок? Окей, разрежем его вот так. Хорошо, теперь начнем его разбирать. Прощайте, цветочки. Неплохо. Это последний. Возьмем эту нитку от венка. Разложим ее прямо во всю длину. А сейчас время добавить конфеты. Размесим их вот таким образом. Круто. Сделаем так же по всей длине нитки. Тут столько вкусностей. Ммм, подогнем концы вот так. Нужно, чтобы вышло похоже на ленты, надетые на нитку. Здорово. Добавим еще слабких полосок. Обожаю их. И затем, разумеется, нужно вернуть на место цветы. Вот теперь у нас снова красивый венок. Кажется, смотрится хорошо. А ну-ка проверим. Да, получилась очень милая юбка. Я такая находчивая. Привет. Теперь мне можно на вечеринку? Ммм, это снова ты. Поглядим как следует. Ммм. Окей. Все в порядке. Но сперва лимбо. Воу, давай. У тебя получится. Да, это было круто. Ничего себе. Так трудно. Мне нужно подкрепиться конфетами. Хех. Он ничего не видит. Вкуснятина. Теперь мне хватит энергии, чтобы веселиться всю ночь. Вечеринка, вечеринка. Вот так. Чай будет просто супер. А пока он заваривается. Эй, Дэвид. Что? Можно мне тоже что-нибудь попить? Пожалуйста. О, ладно. Без проблем. Ага. Тут есть смесь для горячего шоколада. Ммм. Конфеты. Обожаю их. Да, возьмем вот это. Эй, в чем дело? Ты съела все конфеты. А ну отдай это немедленно. Я серьезно. Давай сюда быстро. Я не шучу. Ты меня просто достала. Но конфета. Ладно. Бери, если тебе это так важно. Да, спасибо, Дэвид. Ну, славно. Теперь у меня нет конфет. Хорошо, ее нигде не видно. Можно попробовать. Заберу пакет мармеладок, который здесь спрятан. Да, я так люблю эти штуки. Привет, Дэвид. Можно и мне немного? Пожалуйста. А, да забирай весь пакет. Она его забрала. Но это часть моего плана. Пока она ест мармеладки, я открою еще один тайник. Я взял тюбик и выдавил всю зубную пасту. О, так красиво. Окей, тюбик пустой. Избавимся от пасты. А теперь возьмем мармеладных червяков. Просунем их в тюбик, они отлично поместятся. Осталось только завернуть крышку. Готово. Теперь у меня всегда под рукой любимые мармеладки. Да, не терпится их попробовать. М-м-м. Так вкусно. О, что-то мне есть захотелось. Постой, мой карандаш. Что, если бы это была конфета? Да, сейчас съем все без остатка. А? Что он там такое делает? Дэвид, хватит. А? Что, хочешь? Ты мне карандаш, Грис, предлагаешь? Карандаш? О, ну да. Я только представил, что это еда. О, Дэвид. Вот погляди, что нужно делать с карандашами. Для начала берем шоколад. Помещаем на ложку и включаем фен. Ждем, пока шоколад растает, а потом берем карандаш. Без труда вынимаем ластик. И надеваем небольшую трубку, вот так. Чтобы можно было налить внутрь горячий шоколад. О, разве не здорово? Чудесно. Теперь дайте ему застыть. Та-да. Прекрасный шоколадный ластик. Тебе все понятно. Вот, можешь взять это. Вау, спасибо, Мэдисон, ты супер. Как вкусно. То, что мне нужно. Дэвид, нет, стой. Там дальше обычный шоколад. О, точно. Я опять забыл, извини. Внимание, торчащая прядь. Это точно поможет. Что? Сегодня контрольное по естествознанию? Как я могла забыть? Может, я успею выучить хоть что-нибудь? Да, эта книга давно не видела дневного света. Сколько же здесь пыли? Эх. Нет, ничего не могу запомнить. Я просто обречена на провал. О, неужели этот день может стать еще хуже? О, боже. Секундочку. Я ведь могу писать на своей коже. Мне только что пришла в голову отличная идея. Я просто напишу все ответы на коленке. Это же самая крутая шпаргалка на свете. Мне больше никогда не придется запоминать формулы. Отлично придумано, Мэдисон. А чтобы ничего не размазалось, покрой чудо-шпаргалку лаком для волос. Здорово. Я никогда в жизни не чувствовала себя более подготовленной. Просто идеальное преступление. Когда учительница отвернется, можно будет все списать с коленки. Для некоторых написать контрольную – расплюнуть. Но другим приходится несколько сложнее. Я точно не справлюсь с этой контрольной. И откуда Кейт все знает? Она как будто выучила учебник наизусть. Я чувствую себя так глупо. Надеюсь, она покажет мне ответы. Разве ты не знаешь про особый лайфхак Джен? При решении таких примеров нужно перемножить этот столбик. А затем этот. Видишь? Осталось добавить сюда сумму полученных чисел. 6 плюс 3 – это 9. Вот твой ответ. 693. Это просто гениальный лайфхак. Ух ты! Спасибо, что показала. Никаких разговоров во время теста. Кейт! Дай-ка мне взглянуть. Что? Что все это значит? Это же просто невозможно. Ей-богу, так и есть. 693. Что же это за колдовство такое? Просто зовите меня профессором математики. Может повесить ее сюда? Да, думаю, это хорошее место. Теперь бы отлепить немного скотча. Уф, ну давай же. Тут нужны две руки. Тьфу. Ладно, пожалуйста, оставайся на месте. Вот так. А где мои ножницы? Они же были у меня в кармане. Ох. Ну же. Да что же это такое? Мне всего лишь нужен кусок дурацкого скотча. Что это ты вытворяешь? Мне просто нужно немного скотча. Так, надо подумать. Точно. Давай-ка я тебе покажу. Нужно приклеить один конец ленты к столу. И сделать две маленькие складочки. А теперь хватай и тяни. Видишь? Подруга, я в восторге. Пора, наконец, разделаться с этой картиной. Ну вот и готово. Ура! И вот так. Хорошо, дети. Разве эта новая пудра не чудо? Держится весь день. Давай сделаем селфи вместе. Они даже не слушают, что я говорю. Эси, Шерилл, хватит. Пересядьте за разные парты немедленно. Нет, я не хочу, чтобы ты уходила. Мне будет так тебя не хватать, Шерилл. Мы так близко и так далеко. Вот именно, в классе нужно учиться, а не болтать. Что? Что такое? Мы можем общаться с помощью телефонов. О, точно, это так умно. Сейчас возьму свой. Не так быстро. Думаешь, я совсем наивная? Никаких телефонов. И твой тоже. Он пока будет у меня. Вот так. Получите их после урока. А сейчас вернемся к учебе. Учтите, я за вами наблюдаю. Хорошо, попробуем так. Сомню бумагу. Шерилл, это для тебя. О нет, я промахнулась. Она что-нибудь видела? О, похоже, она занята чтением. Ох, повезло нам. Ладно, нужно попробовать что-то другое. Возьмем пластиковый стакан. Перевернем и вырежем донышко. Теперь мне нужен воздушный шарик. Отстригу кончик шарика вот так. Расправлю шарик и натяну на стакан. Отлично, я готова испытать эту мини-пушку для сообщений. Положу внутрь записку, оттяну шарик, а затем отпущу. О, это послание для меня? Сейчас посмотрим, как дела. Оно прислало мне письмо. Да, сработало идеально. О, кажется, это ее ответ. Интересно, что она пишет? До встречи у директора. Я тоже умею делать такие пушечки. Я пытаюсь дотянуться. Я же не виновата, что ростом не вышло. Нужно достать карандаши. Быть маленькой отстой, ничего не получается. Разве они не видят, что я тут читаю? Окей, вот она. Привет, Эси. О, привет. Как у тебя дела? О, вау, ты очень-очень высокий. Приветик. Эм, ты мне очень нравишься. Можно тебя поцеловать? Можешь немного побыстрее. Ну давай же, я здесь, внизу. Окей, мне нужен мегафон. Эй, наклонись пониже, чтобы меня поцеловать. Может, если с Петей сыграть на гавайской гитаре? Ничего не помогает. Секунду. Тут есть цветные карандаши. Придумала. Также мне будет нужен шлепанец. Удалю крепление. Использую горячий клей. Всего капельку. Прикреплю карандаш к капле клея. А затем еще. Вот так, низ готов. Теперь добавлю один сверху, посередине. Затем приделаю новое крепление. Вот так. Та-да! Вышли крутые сандалии на платформе. Надену их и посмотрю, что будет. Да, подойду ближе, чтобы наконец получить поцелуй. Сейчас. Ага, да ты издеваешься? Меня не было всего чуть-чуть. Эй, проснись. Ну ладно, думаю, лучше забыть про все это. А? Что? Я не сплю. А, ну да, поцелуй. Вот так. Ну, думаю, я все еще не против. Давай, нам надо записать наши имена. Эй, постой, я хочу записать своими первые с дороги. Нет, я первая пришла. Это место для меня. Нет, для меня. А ну отойди. Подумаешь, все равно никто за тебя не проголосует. Не-не. О, выборы королевы выпускного. Давай, запишись вместе со мной. Ой, ладно, хорошо, пошли ей. Что, если одну из нас выберут королевой? Так, сейчас достану ручку. Вот она, я готова. Что такое? Ручку не пишет. О, минутку, есть идея. У меня в сумке банан. Стой, это не поможет. Попробую еще раз. Ну, конечно, теперь то, что надо. Да. Хотя, это точно не то, что я искала. Вау, не хочу обидеть, но ты не могла бы побыстрее. Да, я знаю, я тоже смотрела вчерашнюю серию. То в чем дело. Ну все, хватит, высыплю все из сумки. Минутку. Это что, упаковка сока? Эй, а ведь это решение проблемы. Окей, берем пустую упаковку и разрезаем вот так. Снимаем верх, достаем ножницы и режем вот тут. Нужно сделать это по всей длине. Затем делаем тоже с другими углами, чтобы можно было распрыть вот так. Не хочу, чтобы было видно, что это упаковка. Покрою ее розовой бумагой. А теперь перевернем и возьмем клей-карандаш. Покроем клеем почти все это пространство. И приделаем полоску оранжевой бумаги. А сейчас возьмем серьезный клеевой пистолет. Клея-карандаша тут уже мало. Добавим еще одну заготовку, но повернем таким образом. Нанесем еще клея в этот раз по краям. Всего несколько капель, чтобы приделать эту резинку. А вот тут я приклею магнитные полоски. Вуаля, получился пенал. Резинка будет держать маркеры и прочее, а вот здесь есть место для стикеров. К магнитам можно прикрепить скрепки для бумаг. Когда заполнен пенал, можно опять его сложить. Сначала внутренний контейнер, а потом внешний. И теперь вновь приделаем эту крышку. Эй, гляди, что я смастерила для тебя. Что это? Мне нужно открыть? Окей. Вау, ух ты. Видишь, теперь ты всегда найдешь ручку или маркер. А сейчас запишу свое имя. Вот. О, ей оказывает столько внимания. Вау, я никогда не видел ничего круче. Какая сложная контрольная. Ахэм. Так вот, значит, как. Я знаю, что вы делаете. Оу, она нас раскусила. Я не знаю, что это такое. Очень правдоподобно. Вау, она злится. Вы знаете правила. Нужно действовать быстро. Мне очень нравится мой новый лак для ногтей. Она никогда не узнает. Эм, здравствуйте. Не строя себя невинность, блондинка. Что? На что вы смотрите? Это просто мой пенал. Правда? Ручек много не бывает. Я наблюдаю за вами. И что здесь происходит? Ау, я вас не заметила. Кстати, отличная контрольная. Такая трудная? А, ну, это так мило. Ладно, это было неожиданно. Вот бы все были такими, как Наоми. Она такая хорошая ученица. И я знала, что мне ничего не выйдет. Ну и ладно. Эх, наконец-то я дома. Ну и денек. Подождите, у меня есть домашнее задание? Ах, да ладно. Отлично. Думаю, нужно быстро его сделать. Надеюсь, это не займет много времени. У меня есть дела поважнее. Ах, терпеть это не могу. Мне так скучно. У меня глаза закрываются. Вау! Вау! Моя голова! Что только что произошло? Дурацкое домашнее задание. Это все твоя вина. Лучше я немного развлекусь. Настало время игр. А, да. Это мне нравится больше. Вперед, вперед, давай. Надо сосредоточиться. Это самая сложная часть. Вау, пронесло. Я сделаю это. Я выиграю. Подождите. Что это было? Фух. Наверное, показалось. Я в ударе. Ничто не может меня остановить. Ээээ, срочно! Ух, я выиграла. Это было непросто. Эй, Бетти. Что ты... Ау, моя хрупкая, нежная голова. Зачем ты это сделала? Извини, клавиатура сломалась. Сломалась? Подожди-ка, у тебя есть домашнее задание? Ну, а как мне теперь печатать? Я знаю, как это исправить. Доверься мне. Мне понадобится глина для лепки. Я начну с коричневой. С помощью стекла я сделаю ее плоской. То же самое я проделаю с разными цветами. Идеально. У меня есть все, что нужно. Теперь настало время собрать бургер. Эта деталь будет первой. Затем я сложу остальные. Отлично. Эм, папа? Шуп-шуп. Что такое? Продолжай печатать. Продолжай. О, какая крутая песня. Пожалуйста, прекрати петь. Это очень отвлекает. Ааа. Не может быть. О, боже. Кевин такой милый. Что ты делаешь? Разве он не лучший? Я могла бы наблюдать за ним весь день. Вау. Посмотри на это. А нет. Урок начался. Доброе утро. Сегодня мы пишем контрольную. Эх, эх, эх. Миссис. В чем дело, Бетти? Наоми смотрит на мальчиков в телефоне. Наоми, убери телефон. Сейчас у нас урок. Что? Но это же Кевин. Это несправедливо. Ты такая зануда. Я все правильно сделала. Не волнуйтесь. Я вас прикрою. Я всегда могу на тебя рассчитывать, Бетти. На чем я становилась? Не могу поверить, что ты это сделала. Хм. Хм. Может быть, я быстренько посмотрю? Даже не думая об этом. Но, может быть, он тренируется. Я не могу устоять. Мне нужен Кевин. Это так сложно. Я тебя предупредила. Посмотрю одним глазком. Подождите. Я поняла. Я знаю, что делать. Я быстро сделаю селфи. И положу свой телефон вот сюда. Потом я распечатываю свое селфи. Я вырежу его и наклею на свой телефон. Отлично. Смотри, Бетти. Что? Ты не можешь так поступать. Мисс, катастрофа. А? Что такое? Я не понимаю, в чем проблема. Посмотрите на нее. Разве вы не видите? Телефон. Он здесь. Смотрите. Прекрати, Бетти. На. На. На этот раз ты выиграла, Наоми. Но это еще не конец. Тш. Кевин танцует. А мне можно посмотреть? Нет? О, какой милый. Можно его погладить? Что там происходит? Мне все это надоело. Я сделала складку на бумаге. Теперь рисунок можно раскрасить. Этот желтый цвет идеально подходит. Щеки будут красными. Эй, посмотрите. Что это у Тины? Вау. Это так здорово. Ты сама это сделала? До встречи, Пикачу. Я так рада, что урок закончился. Настало время вкусного обеда. Привет, подружка. Я подумала, мы могли бы прогуляться вместе. Я с нетерпением жду этого. Да, я тоже. Мне так много нужно тебе рассказать. Ты когда-нибудь замолкнешь? Мама говорит, что это забавно. Отлично. Калий очень полезен. Итак, на чем я остановилась? Вчера вечером я смотрела жуткий фильм. И я такая, не ходите в этот жуткий дом. Но они все равно это сделали. Но мне было не страшно. А можно я уединюсь? Наконец-то. Может быть, у меня будет немного спокойствия. Она никогда не замолкает. Кошмар. Подождите. Привет. Я вижу, ты ешь много клетчатки. Молодец. Тина, что? Как? Ладно. Это было странно. У меня когда-то была одна безумная мечта. Я так больше не могу. Прекрати. Оставь меня в покое. Это было очень грубо. Не нужно было ей на меня кричать. Я думала, мы лучшие подружки. Подождите секунду. У меня есть отличная идея. Я возьму полоску бумаги. И нависую на ней горизонтальные линии. Теперь нужно ее сложить. И перевернуть. Я сделала карман из другого листа бумаги. Я вставлю в него длинную полоску. Еще я вырезала сердечки из цветного картона. Я нанесу на них клей. А потом приклею их к бумаге. Я буду крепить сердечки друг на друга. Если потянуть за бумагу, сердечки показывают счастливые воспоминания. Мы выглядим так очаровательно. Эмма, это тебе. Тина, я сказала, оставь меня в покое. Что это? О, это так мило. Я не могу поверить, что она это сделала. И тут сообщение. Я тоже люблю тебя, Тина. Может быть, я была слишком сурова? О нет, сейчас мне влетит. Иди сюда, подружка. Какая интересная книга. Это лучшее, что я читала. О, посмотрите на Тину. Она маленький Пикассо. Подождите секунду. Уху! Нет! Во мне столько энергии! В смысле, это было невероятно. Но не бросайся фломастерами. Попробуй остановить меня. Нужно быть осторожной, Тина. О, я чуть не упала. Нам нужно собрать все это. Ты такая грязная, Тина. Убирай за собой. Посмотри на это. Они повсюду. Подождите. Я знаю, как это исправить. Я возьму свою подставку для косметики. Из нее нужно все высыпать. Я нанесу клей на колпачок. И затем приклею фломастер к подставке. То же самое я сделаю и с другими фломастерами. Нужно прижать каждый колпачок. Главное, чтобы ничего не отклеилось. Так все фломастеры будут храниться в одном месте. И это означает, что Тина не будет ими разбрасываться. Осталось приклеить еще несколько фломастеров. Вот и все. Посмотри, Тина. Вау, ничего себе. Хм, это меня вдохновило. Когда я закончу, можно вернуть фломастера на место. Попробуй, Тина. Вот это да, это потрясающе. Здесь есть все, что мне нужно. Спасибо, мама. Фу, люблю тебя, зайчик. Обратите внимание, Тина, это очень важно. Да, да, я поняла. Я так голодна. Мне нужно что-нибудь съесть. Но на уроках есть запрещено. Я бы сейчас с удовольствием съела конфетку. Я знаю, о чем ты думаешь, Тина. Я оставлю здесь напоминание, если ты вдруг забудешь. Вау, вы очень серьезно к этому относитесь. Правило есть правило. О, ничего себе. Подождите, как она это сделала? Это так странно. Ммм, это мой шанс. Нужно действовать хитро. У меня в рюкзаке есть чипсы. Ммм, они выглядят так аппетитно. Тихо, никто ничего не узнает. Хорошая попытка, Тина. Хотите? Они хрустят. Давай сюда. Ой, попробовать стоило. Но я всегда наша впереди. Это была лишь приманка. Что я сказала? Это меня начинает раздражать. Возьмите. Я знаю, что это сработает. Иди сюда. Вау, это тяжело. Наверное, это огромная шоколадка. Сюрприз. Вы когда-нибудь останавливаетесь? Я неумолима. У меня почти получилось. Все идеи кончились. Привет, Тина. Пора готовиться к уроку. Но сначала мне нужно перекусить. Что ты делаешь, Лиззи? Я? Ничего. Это просто чехол для телефона. Видите? О, хорошо. Извини. Эй, это конфеты. Нужно посмотреть внимательнее. Как ты это сделала? Во-первых, тебе понадобится прозрачный чехол для телефона. Нанеси на него глазурь для торта. Можно использовать разные цвета и вкусы. Разнообразие никогда не помешает. После этого добавь посыпку. Это очень вкусно. Затем сверху можно посыпать мини-маршмейлоу. Это очень просто. Ммм, сладкие конфеты. Это так вкусно. И самое главное, учитель об этом никогда не узнает. Пора перекусить. Какой большой выбор. 50 центов. А что тут? Не знаю. Оу. Посмотрите на эту красоту. Столько сливок. Я выберу вот это. Вау. Ты идешь домой со мной. А? За что? И не мечтай, Мэтью. Ты слышал меня? Отойди. Боже. Слабак. Нет. Вау. Я в гневе. Я знаю. Наконец-то. Мэтт. Привет. Ты за это заплатишь. Это еще не конец. Надеюсь, тебе там удобно. Потому что очень скоро тут станет тесто. Когда дело доходит до десерта, ты делаешь то, что должен делать. До встречи. А, как нога чешется. А, как нога чешется. Не могу поверить, что опять понедельник. Да. Здесь так холодно. Да, наверное. Надеюсь, сегодня не будет контрольной. Да, согласен. Я все равно ничего не учил. Итак, ребята. Сегодня у нас контрольная. Ну, конечно. У тебя все готово. Ты имеешь в виду это? Хочешь узнать, как я это сделала? Сначала нужно приклеить накладные ногти. И как только они прикреплены, сверху нужно наклеить бумагу точно такого же размера. Легко и просто. И у меня есть все ответы. Круто. А где твоя шпаргалка? Ты на нее смотришь. А? Это моя Кока-Кола. Та-да. Вот. Умно, да? Это очень просто сделать. Нужно перевернуть бутылку вверх дном. И записать ответы здесь. Затем можно перевернуть ее обратно. Это гениально. Я знаю. Готовы? О, да. Всегда готов. Вау. Пора перевернуть бутылку. Вот и ответы. Видимо, время пришло. Привет, друзья. Подождите секунду. И время вышло. Молодцы, ребята. Что я получил? А я? Потрясающе. Мы сделали это. Ю-ху. Наконец-то перерыв в учебе. Есть хочется. К счастью, у меня все с собой. Ахм. Что здесь написано? Давай сюда сладости. А, вы такой вредный. Точно. Поэтому я и учитель. И что мне теперь делать? Это кладем к остальной контрабанде. Нужно занести в список. Здесь уже целая коллекция. Привет, ботаны. Да-да. Это правда я. Она такая стильная. Эй, Джаред. У меня кое-что для тебя есть. Круто. Это щенок? Я люблю щенков. Что? Нет. Вот здесь. О, я не вижу никаких щенков. Что происходит? О, боже. Постой. Невозможно понять женщин. О, нет. У меня шнурок развязался. О, это мой стол. Надеюсь, ты потом его вытришь. Посмотри-ка. Тайник со сладостями. Вау. Что ж, не откажусь. Это потрясающе. Пожалуйста. Хотя щенок, это тоже круто. Но спасибо тебе, Молли. Положи все конфеты в коробку. Надеюсь, вы довольны? Несказанно. Следующий. Ла-ла-ла. Стоп. Никаких сладостей на уроке. Серьезно? Я думал, это шутка. Почему вы такая серьезная? Эй, послушайте. Пожалуй, я не должна. Но, ладно, только чуть-чуть. О, здорово. Мне нравится. Я знал, что понравится. Увидимся в классе. Хорошая попытка, но не сработало. Никаких конфет. Я не хочу выкидывать мой леденец. Это была моя любимая песня. А теперь она ее испортила. Минуточку. Есть идея. Берем леденец и расплавляем. Дальше возьмем этот шприц. Наполним его леденцовой массой. Нужно все делать быстро, пока масса не застыла. Теперь берем футляр для наушников. И выдавливаем массу в углубление. Со шприцем все получится легче. И второе углубление достаточно. Теперь закроем футляр и дадим массе застыть. Надеюсь, получится. Помещаем конфетные наушники в уши. Надо, чтобы выглядело убедительно. К счастью, я хорошо танцую. О, надо же. Он все еще танцует. Видите? Ничего нет. Проходи. Да-да-да. О, я это и сделал. Ммм, вкусно. Мяч в воздухе. И Джаред его ловит. Да. А? Что это? А, я забыл про домашнюю работу. Как скучно. Нужно браться за дело. Или можно съесть конфетку. Это был трудный выбор. Ммм, блаженство. Обожаю конфеты. Воу, поглядите-ка. Это, это искусство. Если сделать вот так, выйдет рисунок. Это натолкнуло меня на мысль. Расположим конфеты на холсте. Теперь добавим другой цвет. Сделаю треугольник, а потом заполню его. Затем добавим деталей. Это конфетный арбуз. Моё лучшее творение. Мне пора в школу. Не с места. Если у тебя есть конфеты, я их найду. А? Что тут творится? Ну, уже я не хочу опаздывать. О, у тебя тоже арбуз. Конфеты? Попалась. Я надеялась, что сработает. Прочь с глаз моих. Это труднее, чем я думал. Я ни за что не стану проносить в класс сладости. О, это подозрительно. Пожалуйста, можете сканировать. Мне нечего прятать. Окей, всё чисто. Получилось. В смысле, спасибо. Не могу поверить, что он их нашёл. Хм, берег чист. Можно полакомиться. Сдавайте ваши работы. Эй, это моё. Время оценить результат. Я так хотел сладких снеков. Замечательно, класс. Я всеми вами горжусь. Но победитель может быть только один. Очень трудно выбрать. Но мне больше всего нравится работа Джареда. А? Правда? Моя? Да. Иди сюда. Вау, это удивительно. Я хочу поблагодарить моих родителей и... Что? Я получаю кубок? Вау! Цветы мои любимые. Чудесный рисунок, Джаред. Спасибо большое. Вау! Она ничего не понимает в искусстве. Тебе просто завидно. Может, в следующий раз повезёт. Думаю, я заслужил вкусняшку. Такое искусство я понимаю. Настоящий шедевр. Новый день, новые деньги. Я не могу пускать в класс кого попало. А ну стой. Вы ведь знаете, кто я. Подождите, мой папа узнает об этом. Он будет недоволен. Ладно. Спасибо. А, это всего лишь карманные деньги. Подумаешь. Богатые дети. Какой пугающий охранник. Она меня так нервирует. Итак, начнём. Я смогу это сделать. Просто веди себя естественно. Стоять. Эмма, эта штука безопасна? Я знала, что так и будет. Нет, тебе сюда нельзя. Убирайся отсюда, ты бедная. Не обязательно так грубить. Что за... Ой, как больно. На что я упала? А, это бриллианты. Вау, это же бриллианты. Хм, заметили во мне изменения? Может быть, немного блеска? Итак, могу я войти? Пусть решает сканер. У меня хорошее предчувствие. А, богатая? Я не понимаю. Но сканер не лжёт. Проходи. Правда, то есть? Ну, это очевидно. Нужно подготовиться к уроку. Мне понадобятся тетради. Интересно, что мы узнаем сегодня. Надеюсь, это будет что-то интересное. Хорошо, я вовремя. Самолёту пришлось остановиться для дозаправки. Может, закончим побыстрее? У меня заказа нужен. Вау, посмотрите на эту тетрадь. Я знаю, она необычная. Но подожди, ты ещё не всё видела. Нет, этого не может быть. Посмотри на мой телефон. Поверить не могу. Я хочу потрогать его. О, ну уж нет. Круто, да? Хочется чего-то сладкого. Я наклею кекс на свою тетрадь. Выглядит потрясающе. Завидовать это нормально. Моя тетрадь такая скучная. У меня никогда не бывает хороших вещей. А, жизнь так несправедлива. Подождите. Я знаю, что делать. Для начала я вырежу эти картинки. Ммм, я проголодалась. Хорошо, это последняя. Но работа ещё предстоит. Я знал, что надо было следовать рецепту. Я иду. Не обращайте на меня внимания. Мне просто нужно кое-что найти. Ага, вот то, что мне нужно. Нет, не круассан. Мне нужен пергамент для выпечки. Легко и просто. Нельзя, чтобы он меня увидел. Идеальное преступление. Чуть дальше. Я разрезала пергамент для выпечки на квадраты. Сверху я положу картинки. Затем накрою их скотчем и хорошо разглажу. Я не могу иметь никаких складок. Теперь я их вырежу. Я не буду торопиться. Мне нужно следовать конспекту. Выглядит неплохо. Теперь я могу убрать пергамент. И наклеить рисунок на тетрадь. Выглядит хорошо. То же самое я сделаю и с остальными. Вау, выглядит уже лучше. Нельзя забывать и о пицце. Эй, Алекс, смотри. Что? Цвета, образы. Вау, мне нравится. Я надеялась, что ты это скажешь. Что это за помои? Привет, я возьму тарелку этого. Я для этого училась в кулинарном техникуме. Даже не знаю, что это такое. Я назову это зеленым веществом. Держи. Оно слегка склизкое. А, подождите. Не торопитесь. Отстань от моего половника. А, кому нужна тарелка? Есть. Эм, приятного аппетита. Посмотрите на это. Бесплатная еда. Я ни за что не буду это есть. Лучше закажу. Ммм, выглядит вкусно. Комочки придают дополнительный вкус. Вкусно. И очень. Это так отвратительно. Как она может это есть? Дворецкий. А вот это уже больше похоже на правду. Спасибо, дворецкий. Я предпочитаю роскошные вещи. И нет ничего лучше, чем свежие суши. Выглядит очень аппетитно. У меня уже слюнки текут. Подождите. Что это за жужжание? Это муха. И она на моих суши. Что я буду делать? Все пропало. Меня сейчас вырвет. Подумаешь. Это просто муха. Эй, Алекс. Можно мне это? О, пожалуйста. Надеюсь, тебе станет лучше. Вот тебе муха. Шикарно. Очень хорошо. Слава богу. Уже обед. Эй, хочешь что-нибудь? Эм, нет. Мне достаточно салата. Выложи его в инстаграм. Все просто обзавидуются. Как я и думала. Столько лайков. Ну что, пора приступать. Эм, что она делает? Она и правда села рядом? Ну уж нет. Если она останется, я уйду. Пока. Приятного обеда. Приятного обеда. Ой, пойду подсяду к ним. Приветик. Что читаете? Мы уже закончили. Пока. Ладно, пока. Ладно, пока. Теперь можно и поесть. Эй, я принесла еды. Спасибо. Я умираю с голоду. Ох, будет так вкусно. Ох, просто невероятно. Ох, а вот салфетка. Если тебе надо. У тебя лицо испачкано. А, ладно, спасибо. Держи. Вот твоя салфетка. Какая мерзость. Как можно быть такой неряхой? Эй, может тебе слюнявчик повязать? Я что, по-твоему, ребенок? Нет, спасибо. Ну и правда, ты все-таки возьми. Хорошо. Господи, я просто хочу поесть. Все стало только хуже. Как же так? Она даже не знает, что жует. Не мешайтесь, волосы. Я не могу на это смотреть. Кошмар. Ммм, отличный обед. Что? Мне надо бежать. Она иногда такая странная. Эй, и еще одна порция. Вот так. Моя баночка колы. Как есть охота. Будет здорово. Да, идеальный сэндвич. О, какой ужас. Просто отвратительно. Обед испорчен. Что мне теперь делать? Живот урчит. О, да. Наконец-то дождалась обеда. Надеюсь, здесь никого нет. А, привет. Поделишься со мной? Эм, нет. Это все мне. Ешь свое. Мой обед испортился. Пожалуйста, совсем чуть-чуть. Я сказала нет. Убери свои руки от моей еды. Ну, наконец-то. Можно приступать. Обожаю помидоры черри. Уходи. Я хочу спокойно пообедать. Аккуратно стяну одну штучку. Упс, меня поймали. Кажется, она разозлилась. Я сказала нет. О, она оставила крышку. Ой, не получится. Никто не потревожит меня здесь. Но на всякий случай осмотрюсь. Наконец-то. Можно спокойно поесть. Это было сложно. Но я все-таки защитила свой обед. Эй, можно помидорку? Ладно. Забирай. Мне уже все равно. Забирай все, если хочешь. А ну, стоять. Показывай учебник. О-хо. Ты же знаешь, что с едой на урок волшебства нельзя. Тут даже знак висит. Избавься от этого живо. Хм, посмотрим, что ты прячешь. О, нет. Мои сладости. Глупец. Нельзя укрыться от магии. Хочешь, чтобы я тебя в ящерицу превратил? Ах, профессор сегодня разбушевался. Я не хочу выбрасывать шоколадки. Точно. Моя шляпа. Так, нам понадобится кусочек двустороннего скотча. Приклеиваем внутрь. И прикрепляем к нему батончики. Здесь поместятся четыре штуки. Но зачем останавливаться? Постой. Ты же не прячешь еду? Хм, а что под шляпой? Сейчас снимем и узнаем. Хм, вроде ничего нет. Ах, надеюсь, он не проверит внутри. Кажется, все чисто. Ох, уж эти ученики. Думают, что они умнее меня. Никто не смотрит. Вот и мой шанс. Пора перекусить. Как вкусно. То, что надо. Эй, как ей это удалось? Так нечестно. Так, так. Кажется, момент подходящий. Открывай скорее, пока нас не поймали. Эм, я вообще-то все вижу. Давай сюда. Эй, у меня отличная идея. Точно. Кому нужна магия, если есть трубочки? Соединим их между собой. Первая пара готова. Займемся остальными. Да, какая длинная. Но надо еще длиннее. Совсем немного. Получилось. Не могу поверить. Круто, да? Ох, что-то я проголодалась. Живот урчит и все такое. Эй, эй, гляди. Хм, ты увидел, что я голодная. О, прости меня. Погоди-ка. Кажется, я знаю, что делать. Та-да! Шоколадка из рукава. Да ладно, ты мой герой. Вау, похоже, у меня тоже что-то появляется. Это мы едим шоколад. О нет, нас поймали. И превратили. Я не хочу быть белкой. Я боюсь залезать на деревья. Надо что-то придумать. Я с голоду умираю. А, интересно, а если... Эй, зацени-ка. И немного магии. Идеально подходит по размеру. Сколько тут шоколада. Я кусочек прямо сейчас возьму. Боже, как вкусно. Эй, что это там происходит? Вы твое. Вы там что, едите? Нет, сэр. Это просто чехол. Хм, вернемся к порицаниям. Не могу поверить. Сработало. Давай еще возьмем. Пора сделать ход, пока он не смотрит. Мне повезло, что без очков он ничего не видит. Это будет круто. Дело за тобой, Кокуля. Так-то лучше. Надо сделать пару копий. Сконцентрируйтесь. Это тест. Никаких шуточек. Вот так. Один листок для тебя. Эй, смотри. Какашка. О, нет. Тест испорчен. Итак, класс. Контрольная скоро начнется. Мэдисон, держи свой листок. Ну, круто. Зря я не подготовилась. Надо было подготовиться. А вдруг мне кто-нибудь поможет? Математика. Это круто. Как здорово. Ага. Ему стоит заняться своей жизнью. Но, привет. Что? Ты не мог бы мне помочь? Конечно. Хотя, это будет стоить тебе один поцелуй. Тогда получишь ответы. Не так уж сильно они мне и нужны. Нет, чудик. Так, думай. Ты сможешь. Это же просто цифры. Мне это совсем не помогает. Как же все плохо. Давай мозг. Мэдисон, время заканчивается. Пошевеливайся. Я пытаюсь. Эй, ты. Один поцелуй, так? Какой день. Вау. Это всего лишь поцелуй. Представь, что это бабушка. Прямо в щечку. Ох. Мне надо прополоскать рот. Ну все. Эй, так ты дашь мне ответы? А, точно. Уговор есть уговор. Вот, смотри. Чтобы узнать ответ, запиши пример. Затем сложи эти цифры. Шесть плюс четыре равно десяти. Дальше нужно отнять два от десяти. Получаем восемь. Для следующего примера делаем то же самое. В этот раз складываем два и пять. Получается семь. Затем вычитаем два. В этот раз наш ответ пять. Ого, это гениально. Спасибо, это я смогу. Первый ответ восемь. Следующий пять. Она знает все ответы. Осторожнее. Ты мне не поможешь? Окей, только за поцелуй. Надеюсь, это того стоит. Не честно. Это моя девушка. Это так интересно. Ого, привет. Смотри, кто тут у меня? Щеночек. Ух ты. Можно погладить? Конечно. Его зовут Пушок. Отличное имя. Какой ты симпатяшка. Ага. Всем привет. Привет. Я такая красивая. Красивая. Что? Подвинься. Нет. Да пофиг. Я заплачу, если ты пересядешь. Нет, я не продаюсь. Окей. О, какой милый щеночек. Так нечестно. И кем она себя возомнила? Я так зла. Ого. Ну и досталась от меня этой плитки шоколада. Хм. Хочешь подержать? С удовольствием. Да. Я знаю, как ей отомстить. Тихо и незаметно. Отрежу уголок обертки от шоколадки. Теперь выдавлю шоколад на ее тетрадку. Получай. Какая милая собачка. О, нет. Плохая собака. Какая гадость. Сработало. Это мы уберем. Я вернулась. Привет, пушок. Хороший мальчик. Илья. Полог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заморозьте воду на дне емкости. Достаньте получившийся кусок льда. Теперь возьмите краски. Немного порисуем. Нанесите краску прямо на кусок льда. Используйте краски разных цветов. С таянием льда краска будет перетекать и закручиваться. И цвета начнут смешиваться. Продолжайте добавлять разные слои краски. Это здорово расслабляет. Такой классный эффект получается. И конечный результат крутой, правда? Так, наверное, стоит начать классную работу. А? Что не так с моей ручкой? Чернила кончились, как обычно. Ничего. София! Эй! Все в порядке, Луна? У меня ручка не пишет. Можно одолжить твою? Без проблем. Уверена, у меня есть запасная. Она должна быть где-то здесь. Эм, это не ручка. Момент. А? Кто бы мог подумать? Хм, как много всего. Надо быть организованнее. Стойте. У меня есть идея. Я знаю, как хранить вещи в чистоте и порядке. Сначала натяну эту резинку на свою папку. Мне понадобится еще несколько. Теперь я могу хранить здесь все свои вещи. А внутри есть еще место. Больше ничего не потеряется. Выглядит неплохо, да? А вот и ручка. А? Что? А, точно. Спасибо. Просто супер. Мне такой сон снился. Какой скучный тест. А мне нравится. Ты такая ботанка. Может, мне повеселиться? Эй! Ведешь себя как ребенок. Мне нравится этот вопрос. Надо отсюда выбираться. О, минутку. Эй! Ну что еще? Смотри! Потрую ручку о свой рукав. Теперь покручу немного. Признайся, ты удивлена. Ого! Да ты волшебница. Да, я попробую. Хм. Кажется, что-то не так. Волшебники никогда не раскрывают своих секретов. Может, нужно больше трения? Итак. У меня не получается. О, придумала. Надо использовать мозг, чтобы разобраться. Ах, я совсем забыла о гравитации. А вращение Земли означает... Поняла. Попробуем еще раз. Никакой магии. Ну и ладно. Оу, класс. Никаких разговоров. Простите. Попалась. Упс. Я слежу за тобой, София. Я выполняю работу. Видите? Это последнее предупреждение. Стойте. У меня точно была ручка. Кажется, тест провален. Ох. Наконец-то дома. Что за день? Погода просто ужасная. Надо бы закрыть зонтик. Воу. Что случилось со светом? У меня хотя бы есть фонарик. Может, я найду проблему? О-оу. Это плохо. Нельзя снова этого допустить. Но что же мне делать? Может, бутылка газировки мне поможет? Пора за работу. Для этого лайфхака вам понадобится бутылка от газировки. Итак, начнем. Уберите верхушку и дно бутылки. Сделайте то же самое со второй бутылкой. Ставьте одну бутылку в другую. Затем вставьте в них бутылку поменьше. Идеально для дождливого дня. Оу. Привет, София. Привет. Как тебе погодка? Такая сырость. Нет. Стой. А? Что не так? Тебе нужно это. Просунь зонтик через бутылки. Так вода не будет капать на пол. Она стечет в нижнюю часть бутылки. Вот так. Ого. А это удобно. Осторожно. Ох. Прости. Придется снова доставать фонарик. Итак, класс. Сегодня у нас тест. Но сперва заберу у вас шпаргалки. Давай скорее сюда. Даже не думай что-нибудь спрятать. Ладно, ладно. Держите. О, она идет в мою сторону. Постойте. Я знаю, что делать. Нужно спрятать шпаргалку. Использую сережку, чтобы открыть вот эту штучку. Берем крошечную шпаргалку с уравнениями. И складываем вот так, чтобы стало еще меньше. Теперь ее можно вставить в смартфон, где ее точно не найдут. Окей. Телефон будет по-другой, и я смогу написать тест. Так, дай мне твой телефон. Нужно его проверить. Вроде все чисто. Забирай. Хорошо. Похоже, она ушла. Можно достать шпаргалку. Я такая умная. Теперь я смогу решить все задачки. Я просто гений. Слишком много зередок в этом лесу. О, сколько времени. О, боже. Посмотрим. Все готовы к началу урока? Не похоже. Ну ладно, мы начинаем. Я приготовила для вас циркули. Вы должны нарисовать круги, как вот эти, на доске. Окей. Выходите к доске и берите циркули. За работу. Ну вот. Поверить не могу. Какой отстой? Каждый берет по циркулю и делает, как я сказала. Эй, минуту. А мне не досталось. А? Что такое? Она снова уснула? И что мне теперь делать? Да что за день такой? Как мне быть? Разве можно нарисовать круги без циркуля? Из инструментов у меня одна линейка. Не могу понять, как он вообще работает. Бесполезная штуковина. Никакой круг не выходит. Да ладно, у Джейка есть циркуль. Но он не умеет им пользоваться. Как же бесит, эта штука такая неудобная. О, достала уже. Вау, у нее тоже проблемы. Эй, я знаю, что делать. Просто раздвину его и вуаля. Круто? Может, у меня лучше выйдет с моей линейкой. Попробую обвести вот так. О, нет, это не работает. А может, удастся обойтись совсем без линейки? Не выходит. Ну же, линейка нужна твоя помощь. А, кажется, у меня есть идея. Нанесу на линейку отметки через каждые два сантиметра. По всей ее длине. Хорошо. Теперь надо проделать маленькую дырочку в каждой из этих точек. Идеально. Все готово, чтобы попробовать. Кладем линейку на бумагу и вставляем кончик карандаша в дырку в центре линейки. Вставляем второй карандаш и поворачиваем. Проведем над рукой вот так, и рисунок готов. Отлично, настоящий круг. Невероятно, ты смогла нарисовать без циркуля. Вы только сейчас мне его принесли? Спасибо, конечно. Просто кошмар, ненавижу учить математику. Некоторые из формул вообще понять не могу. Я сдаюсь. Это абсолютно не мое. Это еще что такое? Это мягкая игрушка для тебя. Ты поиграешь со мной? Извини, я не могу, мне нужно доделать домашнюю работу. Так хочется лечь поспать. Я устала. Упс, я не сплю. Нужно хоть что-то из этого доделать. Что происходит? Где это я? Столько ошибок в тосте я еще не видела. Я вчера ничего не выучила, теперь точно завалю. Доброе утро, как тебе мой шарик? Давай поиграем. Смотри, я привязала к шарику ленточку, чтобы он не улетел. Эй, может быть мне это пригодится? Берем воздушный шарик и маркер. Пишем формулы. А теперь выпускаем из шарика воздух. Хорошо. Они стали совсем крошечными. Приклеим вот тут скотч. Осторожно держим шарик и снимаем кусочек липкой ленты. Осталось наклеить его на ноготь. Подходит замечательно. Окей, попробую написать тест с моей маленькой хитрой шпаргалкой. Никто ничего не заметил. Я такая умная. Проверим, не списывает ли она. Где тут шпаргалки? Так, посмотрим внимательнее. Мне нужен фонарик. Эй, повернись ко мне и открой рот. Ладно, все чисто. Молодец, что не списываешь. Уф, чуть не попалась. Я лучшая. Школьная жизнь полна мелких досадных проблем. Без паники вам помогут эти классные лайфхаки. Какие идеи понравились вам больше всего? Дайте знать в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе веселых новинок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!